Объем одобренных российскими банками автокредитов физическим лицам в апреле составил 109,5 миллиардов рублей и оказался рекордным месячным показателем с начала наблюдений с конца 2013 года. Предыдущий похожий результат был достигнут в апреле 2021 года, тогда было выдано более 100 миллиардов рублей. В апреле одобрено 77 тысяч автокредитов. По сравнению с мартом показатели увеличились на 14 процентов денежным и на 9 процентов в количественном выражении. Растет и средний размер автокредита. В апреле он составил 1 миллион 420 тысяч рублей. По словам эксперта, такой рост обусловлен двумя факторами. Во-первых, это значительное увеличение стоимости автомобилей, поэтому при том же количестве одобренных кредитов их сумма действительно увеличится. Во-вторых, это восстановление авторынка по сравнению с прошлым годом, когда очень многие автомобильные бренды из России ушли и в России сформировалось дефицитное состояние рынка. Сегодня автомобильный рынок постепенно наполняется все новыми моделями. Соответственно, растет количество покупателей и одобряемых им кредитов. Благодаря поддержке льготной программы автокредитования, наличию специальных программ с автопроизводителями и сдерживанию ключевой ставки, условия автокредитов позволяют формировать спрос на них выше, чем могли наблюдать в прошлом году. Особенно вырос сегмент продаж автомобилей с пробегом. Банкам очень симпатичен такой темп, поскольку остаточная стоимость таких автомобилей не падала, а росла. Для банков, безусловно, чем больше объем выданных кредитов, тем лучше. Банки заинтересованы в том, чтобы потребители брали кредиты. Поэтому, конечно, никаких специальных ограничений по количеству и объему автокредитования банки стараются не использовать. По итогам апреля в России продали почти 55 тысяч новых легковых автомобилей и легких коммерческих транспортов. Основную часть из них составили отечественные автомобили «Лада», в то время как число реализованных китайских машин поднялось на 150-950%. Карина Саяхова, Универньюс.